Русский охотничий журнал Расскажи, пожалуйста, нам, Лёша, почему они родцы и почему они милые? Ну, коротко об истории, да, от всего вопроса. Я купил когда-то первый свой карабин и пошел я на дачу посмотреть Лис. Лис я в тот раз не увидал, хотя накануне я думаю, ох, он одна, потом вторая, ух, я вам завтра подзадам. Но в тот раз я Лис не увидал, зато я трех зайцев вытоптал на опушке за весь день. А что я с карабином сделаю с качишем зайцем? Могу только свистнуть вслед. И тут-то я понял, что не хватает мне жизни. Не хватает мне жизни комбинированного ружья. В тот момент была какая-то... Я думаю, о, тайга появилась. Там были тайги еще с паянными стволами. Но в тот момент их сняли с производства, потому что переделывали на другую систему. А были в продаже севера. Купил я себе север. Вот такое замечательное ружье. Патрон под малокалиберный патрон. Да, это все... Тогда были только такие под 22 лонг райфл. То есть под обычный мелкашечный патрон. Ну, у меня тоже такой есть. А вот я смотрю, что у тебя здесь со спайкой. Вот у меня сплошная спайка до конца стволок. А здесь вот только вот такая. Ну, видимо, их туда-сюда всячески изобретали. То так, то этак. Есть 20-й и мелкашка. Ружье оказалось очень удобным и хорошим в лесной охоте. Единственное, что у него был безобразный целик. Да, это есть. Просто безобразный. Я тоже его извел. Стрелять невозможно дробью на вскидку. Я сделал кольцевой прицел. Я с ним даже на тяги стрелял. И как-то относительно успешно было. Вот. Но ружье как? Оно, конечно, достаточно узкого области применения. Потому что... Ну, как? Мне вот наоборот кажется, что широкого. Я смотрю, что и мушка здесь тоже надставлена. Мушка? Нет. Нет? Нет. Есть просто родная мушка и все, как она есть. Как она есть родная мушка. Вот у меня другая мушка. Ну, я говорю, видимо, они как-то... Творческие. Творческие там подходили, да. Как у этого ружья проявились все болезни этих вот ИШ-94. У них полное отсутствие сострела стволов. Как спаялась, так спаялась. Какая разница здесь на 50 метров у тебя? Ой, она была какая-то совершенно гигантская. Там, по-моему, под 60 сантиметров в сторону. Причем упаянных стволов это лечить можно только опиловкой гладкого ствола, смещение. Вот если, условно говоря, несет тебя вправо, опиливай средств ствола слева, чтобы сдвигать. Вот что, собственно говоря, и сделано. Вот видно, да? Такое косоротие совершенно безобразное. Ну, эффективное. Сдвинул. Вот. Ну, да, с ним охотился много на чего. Ну, понятно, что это все малоразмерное. Да? Что, например, уже та же лиса, на самом деле не очень-то она годится. Скорее сделаешь подранка. Ну, только если использовать какие-то мощные импортные патроны, которые, особенно в нынешние уже опять времена санкционные, практически недоступны становятся. Вот. Поэтому мечта о взрослом комбинированном ружье меня не оставляла. И тут-то они появились. Я сразу понял, что мне нужно ружье с двумя блоками стволов, чтобы было и комбинированное, и гладкое. Вот. Чтобы, подположим, вот куда-то поехал, у тебя и полноценный дробовик, и комбинашка. И я заказал на заводе такую вещь. Ну, то есть, это не то, что ружье сделано на заказ, а просто там написалось, что мне нужно. Мне тут же пришел ответ, что, знаете, вот сразу сейчас вот такого комплекта нету, но есть комплект с тремя, еще штуцерная пара. И мы вам готовы отдать за ту же цену, что с двумя. То есть, он у них, как потом оказалось, он у них завис, его делали на заказ под какого-то пожилого генерала, генерал возьми да и помре. И он у них завис, и висел уже год он у них. И они его, более того, они уже оформили его на разрешение генерала, им пришлось обратно его обезличивать. В общем, они готовы были от него избавиться. Вот так у меня появился вот этот комплект с тремя парами стволов, которые, в принципе, по идее, должны перекрыть все хотелки среднего охотника. Охотника в России, да. Да. Нарезная двустволка, гладкая двустволка и комбинированная пара. Значит... И что, перекрывает? Не могу сказать. По одной простой причине. Дело в том, что здесь нарезной в 308-м калибре. Я как раз и хотел именно в 308-м калибре. И я хочу объяснить, почему. И так вопрос стоял изначально, как бы, заглавный комплект – это комбинированное ружье. Вот оно. То, почему 308-м калибре. Да, для начала еще скажу о самом ружье. В принципе, это тот же самый ИШ-27 по системе. Тот же самый 27-й ИШ. И вот если к нему предоставить гладкие стволы, то это, собственно говоря, до боли родной ИШ-27. Да, у меня такой есть. Вот. Комбинированный парень – это уже следующая реинкарнация тайги, уже когда стволы на муфтах непаяны. Это легче, потому что появился узел со стрелы, который, правда, эффективен на 25%. А тебе удалось вообще из него человека сделать? А ты знаешь, мне не пришлось из него делать человека, мне просто повезло. Я попробовал на 100 метров, средняя точка попадания, пристреляв на резной ствол, средняя точка попадания гладкого ствола пулями полева отклонялась от точки прицеливания на 8 часов, на 15 сантиметров. Это на 100 метров. Да, это ерунда. Это я решил, что я не буду заморачиваться ни разу. Вот. Хотя другие люди, конечно, мучаются всячески. Так. А на резной точный? Практически вармитная точность. Вот то есть минуту он дает. Правильным патроном? Да. А вот максимальное вармитное хулиганство из этого ствола было, это сидячий заяц на 251 метр. Ух ты. Бит в середину организма. Вот. Конечно, с оптическим прицелом, по-моему, дело. Тоже оно было частично доработано, это ружье. Мушка, которая была точно такая же, как на севере, и очень тупо подавалась на глаз. Огромный высокий целик. Да-да-да, я помню. Это ужасно, тоже неудобно. Закрывает. Целик был просто спилен на половину высоты. Он такой вот был. Да, он здоровенный. Вот такой же, вот как на штуцер. Штуцеры не переделывались. А стрелял из них вообще? Стрелял, да. Чего я еще позже расскажу. И мушку я, соответственно, это убрал, спилил основание и скрыл из той же самой замечательной китайской линейки флюомушку. Леш, слушай, а вот я еще давно обратил внимание на то, что толщина борьбовых стволов именно на комбинированных тайгах, она как на водопроводной трубе. Слушай, по виду, конечно, совершенно... Да-да-да. Что, зачем, почему ты думаешь, что делают? Я думаю, что это просто та же самая заготовка, скорее всего, которая идет для сайги 12-й, там толстенная. Да, никакой эстетики в этом ружье нет. Это первое какое-то с садским сантехническим изделием, но... Но эффективное. При этом оно фантастически эффективное рабочее ружье становится. При некоторых доделках стоит основание для фонаря подствольного и поставил, значит, Пикатини, или Вивер можно назвать, вот, на ластохвост, который сразу делает нормальную повторяемость при снятии обратного диване прицела. Вот даже по нему видно, по ружью, да, что оно такое, все покоцанное, да, оно рабочее. Из него не бит только медведь. Практически все, ну и какие-нибудь там горные копыты, на которых я никогда не охотился в своей жизни. Все остальное, что в этой стране живет, все из этого ружья билось. А в верхней волк стяжка как появилась? Обычная болезнь всех ежаков наших 27-х начинает трескаться. И поэтому обычная мебельная стяжка, купленная в магазине, ну вот она такая медная, и поэтому она здесь выглядит не так уж страшно. Вроде бы как даже так и задумано. О патроне 308-й. Почему 308-й для комбината? Комбинированное ружье, оно вообще использование комбинированного оружия у нас и комбинированного оружия за рубежом, они геометрально противоположны в философии. Там комбинированное ружье, там прежде всего это все-таки тройники, это комбинированное ружье для такой рафинированной парковой охоты, где высокоорганизованное охотничье хозяйство, егеря тебя поставили, и можно стрелять там фазана, лису, зайца, косулю, кабана, все, что бежит из загона. А бежит там много, все это разведенное в вольерах, поэтому нужно и нарезное, и дробовое всякое. У нас это, наоборот, это ружье пионерное, где лазить далеко, где всего много, и можно все, бумаги есть на все, львых никто не спрашивает. Поэтому требование к нарезному патрону в том числе, он должен быть максимально универсальным. Так вот, 308-й, он оказывается максимально универсальным, по сравнению с трехлинейным или с 3006. Дело в том, что эти патроны, вот трехлинейный 3006, это патроны конца 19 века, когда ставилась задача патрону валить лошадь, воевать с кавалерией. И поэтому там пули в патроннике, длинный пульный вход, то есть расстояние от конца гильзы до начала нарезов, рассчитанной под длинную тяжелую пулю. И эти калибры плохо бьют легкими пулями, потому что легкая пуля – это короткая пуля. И из-за комбинированного ружья сплошь и рядом стреляешь, либо что-то небольшое, либо вообще птицу. Я вообще большой сторонник охоты по перу с нарезным оружием. Я ее считаю честной охотой, она подранков не дает. Либо чистый промах, либо ты взял. Замечу, что, например, охота на гуся в большинстве земель Германии с дробовым оружием запрещена. Именно из-за того, что большое количество потерянных подранков. Немцы считали в среднем пять потерянных гусей на одного взятого. Поэтому они запрещены там только по подсевшим к чучелам гуси и только из нарезного оружия. И никто никого там не убивает. При том, что плотность населения и населенных пунктов гораздо больше, чем у нас. Это как массовым глупым разговором у нас, что нельзя. Поэтому 308-й. В 308-й прекрасно бьет легкой пулей, даже 8-ми граммовой, по некрупной дичи. И в него можно и 13-ти граммовую пулю поставить для стрельбы по серьезному зверю. То есть, очень широкую линейку он позволяет 308-й калибр. Да, это безрантовый патрон. Казалось бы, в переломном ружье он нехорош. Но философия охоты с комбинированным оружием не требует быстрой перезарядки. Его можно спокойно раз, перезарядил, ничего страшного не произойдет. Так, а с нарезными стволами? С нарезными стволами. С нарезными стволами казалось все хуже гораздо. Во-первых, они под тот же самый 308-й патрон. А вот штуцер, видимо, просто на заводе этого не понимают. Что вот комбинашка и киплауф, они могут быть под безрантовый патрон. Потому что там нет потребности быстрой перезарядки. А вот в штуцере, ну, есть потребность быстрой перезарядки. И штуцер не может быть под безрантовый патрон. Он должен быть в обязательном порядке под рантовый патрон. И лучше не с экстрактором, а с эжектором, чтобы они вылетали. Как, собственно говоря, у всех штуцеров, которые делаются во всем остальном мире и существуют. С безрантовым патроном эжектор невозможен, потому что тут есть спенек, который цепляет за проточку. Поэтому он, на самом деле, практически бесполезен. Как штуцер, оказывается, что, в общем-то, и подтверждает почти полное отсутствие его продаж. И он был снят с производства. Но, опять-таки, дяденьки на ежевском заводе, они, видимо, не поняли, почему они жили. Да, он с ним не пользуется спросом, а они сняли с производства. А то, что надо просто его делать под трехлинейный патрон, а лучше под 9,3 на 53, да, вот это... Да, да, да. Ему бы цены не было этому штуцеру, его бы брали для массовых наших распространенных загонных охот. Прекрасный был бы штуцер. Ну, вот со стрелом стволов тут оказалось всем плохо. Тут примерно на полметра в сторону. На 100 метрах. Да. Вот. Справился? Знаешь, я практически, да, я справился как. Так как здесь зашплинтован один ствол, а второй ходит свободно, да, ну, понятно, что здесь, кстати, такая же система. Вот. То я вот, тот, который ходит свободно, я изогнутый кусочек бритвенного лезвия загнал. А, я просто... Отклонив его. Отклонив. Ну, вот, сейчас пойдем стрелять и заодно попробуем, насколько эффективно это оказалось. Да, да, да. Ну, я им не занимался, вот у меня в нативном виде и прицелик, и вот если мне удастся его победить. Просто я им не занимался, он так и стоит уже много лет в сейфе, надобности не было. Да, вот, ну, много другого стреляющего железа. А, гладкий? Гладким ты пользуешься? Гладким пользовался, да, и неоднократно. Нормально. Ну, обычно, ну, 2027, есть ИС-27, нормально, он стреляет. Единственное, что, у тайги обратный порядок спусков. Это я знаю. Вот. И, соответственно, а не поменяли сверловку-то, и получается, что сначала стреляешь из чокового ствола, а потом из получока, вот. Да, ну. Ну, это, собственно говоря, лечится там в чоковый, без стаканчика дробь, а в получоковый стаканчики, вот и все. Ну, ладно, пойдем глянем, как она у тебя. Пойдем. Вот это. Вот тайга, самое мое рабочее ружье, верхний 12-й, нижний 308-й, все хорошо видно. Сейчас покажем, как она стреляет. Так как это лесное ходовое ружье, то и оптика здесь стоит 1-4, больше не нужно для лесных и расстояния. Прицельчик маленький, легенький, очень удобный. Сначала стреляем из нарезанного. Отдача очень невелика, потому что ружье достаточно увесистое. Ну, так как стволы короткие, то, ну, достаточно хорошо сбалансировано. Сейчас мы выстрелим из нижнего и верхнего ствола пулей. Друг на даче гораздо чувствительнее, нежели от 308-го калипы. Повторим, закрепим в штыр. Вот такое замечательное ружье. Ружье действительно очень хорошее для ходовой охоты. И хотя у классиков, часто можно, у старых классиков читать, что двойники, это вообще ружье ни о чем. Это одноствольный, однозарядный тяжелый дробовик и одноствольная, однозарядная тяжелая винтовка. И они с презрением к ним относились, говорили, что это ружье лесных сторожей. На самом деле, вот возьму для себя, смело с ними не согласиться. Это прекрасное ружье для ходовой охоты лесной, где, собственно говоря, не нужен второй дробовой ствол. Потому что при лесной охоте вскочил ли заяц, летела ли птица. Есть возможность только одного дробового выстрела. Второй выстрел уже, если люди засолок не делу, то, как правило, уже по кустам. Потому что дичь скрылась. Поэтому или взял первого выстрела, или дичь благополучно скрылась из виду. За ветвями, за листвой. Так, это ружье в этом сочетании калибров позволяет брать практически все. Начиная от мелочи и кончая копытными, и, наверное, даже медведем. При условии использования патронов 308-го калибра с тяжелой 12-13-граммовой пулей. Продолжение следует...